Итак, домашнее задание. Ставить на катое место элемент равный m. У нас есть какой-то массив и необходимо создать переменную k, которая будет добавлять элементы массива. Соответственно, числовые индексы будут меняться. Ну и значение массива будет равно переменной m. Второе задание. Удалить из одномерного массива с числовыми индексами, которые следуют от нуля и по порядку. Числа, равные заданному числу. И получить новый массив с индексами, следующими от нуля и по порядку. По сути, просто удалить из одномерного массива определенные числа. Их можно тоже задать через массив. А, ну в данном случае у нас только одно число. Ну тогда можно одну переменную задать. И если в массиве есть такие же числа, то их нужно удалить и сместить индексы. Хочу обратить внимание, что помимо этого видео у вас ниже есть еще презентация. Откройте ее. Там есть дополнительные функции, которые позволят вам как раз и переиндексировать массив. Я не буду говорить вам название этой функции. Посмотрите. Можете даже все функции испробовать. Вот. И я думаю, вы это задание сможете выполнить. В одномерном массиве, заполненном целыми числами, подсчитать число различных элементов. Массив нужно заполнить рандомно. Следующее четвертое задание. Дана прямоугольная таблица в массиве. Найти количество положительных элементов. Ну прямоугольная таблица, соответственно, я думаю, вы уже поняли, это будет двумерный массив. Вот. Его тоже можете заполнить рандомно и потом найти количество положительных элементов. Найти количество отрицательных элементов в каждой строке двумерного массива. Мы как раз таблицу умножения делали. Задавали строки х и у. Вот в данном случае в каждой строке, там где х будет, будет меняться только колонка у. Нужно найти количество отрицательных элементов. То есть у вас будет целый массив или будет множество строк, где нужно отображать количество этих значений. Это будет не одно число, их будет достаточно много, в зависимости от размера двумерного массива. Размер двумерного массива тоже можете указывать, чтобы его тоже можно было менять. Даны две квадратные матрицы А и Б. Отобразить ту из них, у которой след сумма элементов главной диагонали меньше. Матрица, по сути, это тоже та же самая таблица. Она задается тоже с помощью двумерного массива. У вас будет два массива, массив в переменной А и в переменной Б. Необходимо просто найти числа у главной диагонали. Главная диагональ проходит от правого верхнего угла до левого нижнего угла. Сначала находите числа, затем находите всю сумму и сравниваете эти два массива между собой. Чтобы вот эта сумма главной диагонали была меньше и отображаете, соответственно, массив.